Молоко не сдаем. Сегодня это самая частая фраза дня в нескольких селах Михайловского района. Что, никто не сдаёт, да? Не, ну представь, заводы сейчас не дождутся от вас молока. И всё, ж** будет. Всегда полные цистерны, сегодня совершенно пустые. А Щегуль, школьная 31, не сдаём, вот вечер будем сепарировать. Утром каемся, сдали. Вечер всё, не сдаём никому. Стова улица в полуямках. Трое сдали. Больше никого не видать. Понижение цены на молоко весной и летом уже правило. Оно действует не только у нас в регионе, но и по всей стране. Считается, что в этот период молока слишком много. Скупщики этим пользуются. Так, прошлым летом стоимость литра опустилась до 17 рублей. Сейчас дно пробито – 15 рублей. Такого, говорят люди, не было никогда. В связи с коронавирусом покупательская способность населения резко снизилась. А продукции очень много. Из-за этого сказали поднижение цен. А как сказался коронавирус на этом? То есть молока стали меньше покупать? Да, молочная продукция. Покупательская способность населения. У нас все сидят, не работают. Все угодят на коронавирус. Это в самом деле никакой не коронавирус, ничего не повлияет. У нас резко возросли отруби. Это отруби от пшеницы. Знаешь, что в муку делают? Цена их стала 9 тысяч тонн. Если значит пшеница, а 9 тысяч отруби стоят. Догнали такую цену. А скотину-то кормить надо? Чтобы вы понимали, в год только одной корове нужно полторы телеги сена, тонна корма, а еще деньги на содержание. Это десятки тысяч рублей. Возмущаются и не знают, что делать и жители других районов края. Цена на молоко падает. И сильно падает. Падает за 10 дней. По рублю уже упало до 17. Неизвестно, что будет со следующей десятки молока. Наглядный пример. Каждый день с двух коров семья получает 26 литров молока. В прошлом году в мае закупочная цена на литр составляла 21 рубль. То есть в месяц такая семья получала 16 тысяч рублей. Сейчас же им предлагают цену в 15 рублей. Пересчете на 4,5 тысячи меньше. Но и это уже под вопросом. Перекупщики, по словам жителей, угрожают выставить цену еще ниже – 6 рублей за литр. При таком раскладе люди не получат даже 5 тысяч в месяц. Это напоминает с двух коров. Здесь целая коррупция у нас сделана. У нас есть перекупщик. Этот перекупщик может другому только перекупщику дать. Он не может через этого перекупщика перепрыгнуть. Хотя есть такие желающие и были поначалу такие желающие. Просто прямо на завод сдавать. Они ему не дают. И каждые вот эти 4 человека у нас, они каждый себе ухватывают оттуда. И нам искусственно занижают цены. Если к нам заезжает какой-либо другой покупатель, а наши закупщики нашего Михайловского района, они его давят. Они ему не дают поднять цену. Он нам так и говорит. Они приезжают сначала платить нормально, а потом начинают снижать. Мы их спрашиваем, почему. Они так и говорят. Ваши нам не дают платить, сколько мы хотим. Как обстоит дело, мы хотели узнать непосредственно у одного из перекупщиков. Но он не взял трубку. Абонент не отвечает. В Алтайпичпроме нашли свое объяснение молочного падения. Закупочную цену на молоко объясняют специалисты. Предприниматели вольны устанавливать сами, исходя из двух факторов. Закупочные цены молока на заводе и сдержек на заготовку. А последние недешево считают в ведомстве. Сборное молоко, закупаемое у населения, не всегда соответствует требуемым параметрам к товарному молоку. Уровень качества произведенного молока ниже, чем на современных фермах, способных к модернизации технологических процессов. Жители направляют в ФАС. Там, впрочем, уже 9 обращений, все в работе. Кстати, в Алтайпичпроме предлагают жителям создать кооперативы. Это поможет населению напрямую продавать молоко заводам, где себестоимость гораздо выше, и защитить себя с юридической точки зрения. Но это нереально, говорят люди. В селах нет ни специальных машин, ни охладительных камер. Поэтому они отказывают создавать молоко. А ситуацию называют беспределом и требуют закупщиков договора. Надо в эти договоры внести поправки, в первую очередь в пункт о ценах, чтобы цена не снижалась, как минимум, в квартал. А не будет документа, молоко будет пропадать. От коров будут избавляться, потому что денег на их содержание взять неоткуда. В таком случае только по Михайловскому району потери молока от подсобных хозяй составят свыше 5000 тонн за год. Требовать справедливости жители готовы и у правоохранительных органов, и лично у губернатора. Валентина Скирова, Николай Шилко. День с толком.